К рассказу о служении представителя Русской Церкви мы вернемся в наших завтрашних выпусках, а пока к другим темам. В городе Секлеев, штата Нью-Йорк, состоялась праздничная служба в Серафима Саровской Церкви, получившей статус храма-памятника восстановлению единства внутри Русской Православной Церкви. Божественную литургию здесь возглавил митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Иларион. В центре храма пребывали две святыни – Курская коренная икона Божьей Матери и дореволюционный образ небесного покровителя храма с частицей его святых мощей. Подробности материалей пресс-службы восточноамериканской епархии. В городе Секлеев, штат Нью-Йорк, отметили не только престольный праздник, но и важное историческое событие. Согласно постановлению Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, Серафимовский храм получил статус храма-памятника восстановлению полноты братского общения и единства внутри Русской Православной Церкви. Первый иерарх Русской Зарубежной Церкви, высокопреосвященнейший митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Иларион, приехал в храм, чтобы лично доставить грамоту об утверждении нового статуса Церкви настоятелю протеерею Серафимогану и прихожанам. Его высокопреосвященство возглавил божественную литургию, сослужение преосвященнейших епископа Каракасского Иоанна и викария восточноамериканской епархии, епископа Мейфельского Георгия, а также местного духовенства и гостей в священном сане. На середине храма-памятника пробивали две святыни, курско-коренная икона Божьей Матери, перед которой, будучи отроком, преподобный Серафим удостоился исцеления и дореволюционный образ небесного покровителя с частицей его мощей. После Великого Входа первый рак совершил иерейскую хиротонию протодиакона Николая Ольховского, хранителя курской иконы. По окончании литургии был совершен молебен Пресвятой Богородицы и преподобному Серафиму перед чудотворным образом, а затем состоялось освящение нового иконостаса, установленного в рамках проекта росписи храма. Уникальные фрески работы иконописца Ирея Павла Акмолина посвящены тысячелетнему пути Русской Православной Церкви от крещения Руси до подписания акта о каноническом общении. За всю историю Восточно-Американской епархии только две церкви получили статус храма-памятника. Церковь Святого Владимира, посвященная тысячелетию крещения Руси, в городе Джексон, штат Нью-Джерси, и Церковь Святого Иоанна Рыльского, посвященная памяти Святого Иоанна Кронштадтского в городе Ютике, штат Нью-Йорк. Все три церкви украшают уникальные фрески Джоденвийской школы иконописи, свидетельствующие об особом статусе храмов. Основоположник школы, известный зарубежный иконописец Архимандрит Киприан Пыжов, лично расписал храмы-памятники в Джексоне и Ютике. Статус храма-памятника восстановлению полноты братского общения важен не только для прихожан и членов Восточноамериканской епархии, но по мнению присутствующих и для всей Русской Церкви. Важно, я думаю, что в каждой епархии иметь такой храм. Воссоединение – это огромный этап в жизни всей Русской Церкви. То, что произошло в 2009 году, многие считали, что это никогда не произойдет. То единство, которое мы получили в Церкви, благодаря которому мы теперь действительно живем полной, соборной, церковной жизнью, это действительно чудо. Чудо, которое совершилось на наших глазах. Главное – это то, я думаю, что мы сейчас являемся частью полноты Вселенской Церкви, Церкви Христовой. О чем, между прочим, и говорил митрополит Антоний Храповицкий, основатель нашей Церкви. Потому что, я думаю, это очень-очень важно. Мы сможем на веки вечные и передать нашим детям, и передать нашим внукам, чтобы они воочию видели через роспись этого храма, через то, что они могут приходить сюда и молиться, видеть, сколько выстрадало русский народ, и русская Церковь, и гонений, и переживаний, и этого жуткого раскола, и что теперь у нас есть воссоединение. И вот этот храм-памятник будет всем нам напоминать, какое великое чудо, какая милость Божия произошла с нами, со зарубежной Церковью и со всей русской Церковью. Если у нас сохранится память, и перед нашими духовными очами будет всегда добрый пример мира и единства, то мы, естественно, будем к этому миру стремиться сами, следуя примеру наших наставников. Сегодня, когда окончились печальные годы разделения, такие церкви, как храм-памятник преподобного Серафима Саровского, будут служить не только напоминанием о прошлом, но также будут духовными центрами, где верующие могут помолиться и узнать о богатом наследии русской православной Церкви. Я хотел бы предложить всем, кому дорого наследие русской православной Церкви, приходить сюда, молиться с нами в памятные дни, и также, если Бог даст, когда начнем собираться и изучать вместе наследие наших подвижников, чтобы вы приходили сюда и вместе с нами вникали в суть их творения. Петр Лукьянов, пресс-служба Восточноамериканской епархии, специально для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин